С 11 вечера продавать алкоголь запрещено. В ближайшее время этот запрет начнет действовать с 22. В Министерстве экономического развития Чувашии планируют ввести дополнительные ограничения в этой сфере торговли. Где можно торговать спиртным, а где нет, бизнесменам сейчас указывает федеральный закон. Он вступил в силу в январе этого года. Как документ повлиял на работу чебоксарских кафе, ресторанов и магазинов? И какие еще изменения планируется ввести в антиалкогольное законодательство? Узнал мой коллега Дмитрий Ковалев. Территорий, свободных от алкоголя, с начала этого года в Чебоксарах стало больше. Спиртное запретили продавать в парках, на вокзалах, стадионах, заправочных станциях неподалеку от школ. Лицензии лишились и точки общепита с выходом на границы детских площадок и жилых подъездов. Но некоторые бизнесмены нашли способы обхитрить закон. Раньше работал обычный магазин, теперь на входе новая вывеска – бар. Разливать пиво здесь можно круглые сутки. Никто не отменял запретов о продаже высокоградусных напитков ночью. Но это правило все-таки нарушают. 12 часов ночи – контрольная закупка в одном из баров. Водкой здесь торгуют из-под полы. В подсобке бара оперативники обнаружили целый склад со спиртными напитками. По всей видимости, к проверкам здесь готовились давно. Алкоголь спрятали не только на стеллажах, но и в духовке газовой печи. Лицензии на продажу спиртного в этом баре не оказалось вовсе. Хотя проверка документации показала, что водкой за прилавком торговали часто. По всей видимости, для владельцев точки это был основной доход. Именно в этом журнале бизнесмены ввели всю бухгалтерию бара. Других документов здесь обнаружить не удалось. Зато алкогольная продукция едва поместилась в пять больших коробок. Всю продукцию отправили в лабораторию. Именно там специалисты проверят качество спиртного, которое так часто продавали потребителям. Владельцам бара грозят крупные штрафы. Рейды в Министерстве экономического развития устраивают часто. А уже в этом году в правительстве вновь планируют ужесточить законы в отношении подобных закусочных и мини-баров. Продавать спиртное там запретят с 10 вечера и до 10 утра. Правда, пока торговлю ограничат только в тех точках, которые расположены в жилых домах и пристроях к ним. Данное ограничение по времени будет распространяться только на точке общественного питания. На сегодняшний день торговля в розничной сети ограничивается федеральным законом с 23 до 8 часов утра следующего дня. А федеральный закон разрешает реализовывать алкогольную продукцию в точках общественного питания круглосуточно. Но дает нам право региону вводить дополнительные ограничения. Работать по старым правилам продолжат рестораны и кафе. В Минеке отмечают, что культура питья там иная и претензий к их работе почти не возникает. В злачных местах прилавки придется закрывать раньше. Положительные эффекты такого ограничения ожидают. Объемы продаж алкоголя в прошлом году снизились в разы. Эта тенденция будет продолжена и дальше. Дмитрий Ковалев, Александр Петров и Андрей Спиридонов. Республика.